11.06 в Кирове, сегодня среда, в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько, и это программа «Разворот на бизнес». В партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Защищая местное, нужно ли для продвижения продуктов местных производителей региональное лобби? Вот тема нашего сегодняшнего разворота. Напоминаю, что мы работаем сегодня 2 часа, и такую самую жаркую выжимку из сегодняшней программы вы сможете перечитать в газете «Бизнес-новости», в свежем ее выпуске. Выходит газета «Воскресенье», насколько я помню. Ну и, конечно, оба сайта, и эхакирова.ру, и БН разместят полную версию этой программы. Собственно говоря, тема сегодняшняя наша спровоцирована тем, что мы видим результаты работы коллег, наших соседей. Ярче всего выступает Татарстан в смысле протекционизма собственных продуктов и собственных производителей. Ну, не всех, наверное, продуктов. В частности, речь идет о пивоварении. Поэтому у нас сегодня среди гостей Илья Курагин, председатель совета директоров АО «Вятич», Андрей Березин, президент группы предприятий «Система Глобус» и Юрий Игнатьевич Исупов, старший вице-президент «Вятской торгово-промышленной палаты». Ну, начать как раз хотелось бы, наверное, с темы Татарстана. То есть, если посмотреть ретроспективу вообще лоббирования протекционизма товаров местного производства, то Татарстан критикуется довольно жестко за вот такое препятствование, скорее даже, продвижение товаров соседних регионов на своей территории. Но, тем не менее, видимо, резон в этом есть, и пивовары объединились в ассоциацию, которая в настоящее время лоббирует точно так же, как для другой алкогольной продукции, минимальную цену на пиво. Минимальную розничную цену. Минимальную розничную цену на пиво для того, чтобы устранить так называемое серое пиво с прилавков магазинов. Да, вот ты вчера спрашивал, я знаю белое, я знаю темное, красное, серое, не знаю. Совершенно верно. И мало того, Татарстан очень серьезно продвинулся в этом смысле, в смысле установления минимальной розничной цены у себя на территории. И сейчас документ, который они подготовили, он рассматривается на федеральном уровне, потому что ведь пивная ассоциация Татарстана просит установить эту цену сразу в нескольких регионах. Просит федеральной власти провести в ряде регионов России, я цитирую по коммерсанту, пилотный проект по установлению минимальных розничных цен на пиво и пивные напитки. Активно лоббирует эту историю вот та самая ассоциация, которую мы уже упомянули. И у нас на связи будет через некоторое время руководитель этой ассоциации Ринат Акчурин. Ну а сейчас, наверное, мы все-таки зададим вопрос Илье Курагину, насколько вы, Илья, считаете вот такие методы, вот такие инструменты актуальными и необходимыми для введения, например, в нашем регионе? — Добрый день, дорогие слушатели. Наверное, нужно все-таки более корректно здесь сформулировать. Это никакой не протекционизм и не лоббирование, да. То есть это все-таки, на самом деле, защита в первую очередь прав потребителей с точки зрения попадания на полки действительно качественного, достойного продукта, прозрачно легально произведенного. Актуальность этого вопроса обсуждается на протяжении уже последнего года касательно минимальной розничной цены. Для нас, как для прозрачного производителя, который полностью уплачивает все необходимые налоги в бюджет и ведет свой бизнес прозрачно, никаких опасений в этом вопросе нет. И мы только за, значит, введение минимальной розничной цены, потому что, ну, не секрет, что за последние три года участились случаи, как, скажем так, попадания, ну, скажем, сомнительной продукции на полки магазинов и с ценой непонятной, так и участились случаи просто откровенного демпинга со стороны крупных компаний, как, собственно, производителей, так и каких-то больших федеральных торговых сетей. Поэтому минимальная розничная цена на пиво – это, я считаю, больше, наверное, благо, нежели чем какая-то, скажем так, ограничивающая мера. Вот это такое, собственно, мое мнение. Тогда вопрос Юрию Исупову, старшему вице-президенту Вятской торгово-промышленной палаты. Насколько часто поднимается действительно этот вопрос? Жаркий ли возникает дискуссия, если он возникает? Ну, добрый день, уважаемые радиослушатели. Светлана, вопрос касается дискуссии по поводу установления минимальных цен. Ну, начнем с этого, а потом дальше пойдем. Ну, в данном случае, действительно, рынок пива достаточно специфический рынок. У нас единственный крупный, уважаемый производитель – это акционерное общество Вятер. И поэтому, в данном случае, там вопросы, которые обсуждаются, в общем-то, касаются действительно достаточно узкого круга товаропроизводителей. Поэтому, пожалуй, актуальность обсуждения минимальных розничных цен, ну, в общем-то, она возникает от случая к случаю. Раньше неоднократно поднимался вопрос по минимальным розничным ценам на алкогольную продукцию, сейчас на все водочные изделия. Да, это тоже, так сказать, у нас касается определенного круга предприятий. Ну, я не скажу, что вопрос очень часто поднимающий, но здесь Илья действительно правильно акцентировал. Здесь речь идет не о протекционизме, а здесь речь идет о защите интересов потребителей. Потребители должны получать качественный продукт из прозрачной компании. Второе, здесь, в данном случае, речь идет о защите интересов бюджетов региональных и федеральных, потому что налоги должны честно платиться и поступать в бюджет. Ну, теперь Андрей Березин, поскольку группа компаний, группа предприятий системы «Глобус» включает в себя и производство, и торговую сеть, насколько насущен этот сейчас вопрос по пиву именно по минимальной розничной цене? Потому что мы знаем прекрасно, что была введена минимальная розничная цена на крепкий алкоголь, на водку, на вино. Вино, коньяк. Вино, коньяк. И весь алкоголь кроме пива. Весь алкоголь, почему на пиво не вводится, и действительно ли настало время вводить? На вино нет минимальной цены. Именно крепкий алкоголь. Да, только коньяк и водка, скажем так, касаемо больше этого. В данном случае, наверное, я все-таки свое мнение сформулирую, как представитель Совета директора Фуржумского спиртоводочного завода, поскольку сталкивался с этим вопросом много раз, что дало в свое время введение минимальной розничной цены на крепкий алкоголь. Оно позволило честным производителям, которые платят все налоги, быть конкурентными. Потому что, что такое алкоголь? Почему эта минимальная цена именно важна для алкоголя? Например, не для молока, не для хлеба. Алкоголь, все-таки его цена в основном формируется за счет налогов и акцизов. Там достаточно серьезная доля, а это акцизы. Соответственно, те производители, которые работают в тени, которые работают не в правовом поле, они акцизы не платят. Соответственно, себестоимость продукта, ну, наверное, ты, Илья, может быть, меня поправит, но где-то раза в два у них дешевле. Соответственно, заходя в какие-то федеральные сети, они могут себе позволить какие-то откаты давать, давать какие-то суперцены и так далее и тому подобное. И в данном случае честные производители становятся вообще вне этого конкурентного поля, потому что они изначально проигрывают. Поэтому я более чем уверен, что как в свое время дало эффект введения минимальной розничной цены на водку, так и на пиво оно должно дать эффект. Потому что это даст возможность именно конкурировать, конкурировать с любым производителем на территории Российской Федерации. А эффект в чем заключался? Насколько серьезно повлияло введение минимальной розничной цены на, например, крепкий алкоголь, на водоочистку, может быть, и на продажи, и на очистку рынка от серого? Ну, это очистит рынок. Понятно, что это не единственный инструмент, который позволяет очистить рынок. Тут должна, конечно, быть и работа контролирующих органов, такие как Росалкогольрегулирование, антимонопольные службы, правоохранительных органов, для того, чтобы контрафактного алкоголя не было на рынках Российской Федерации и Кировской области в том числе. Эффект был достаточно большой, потому что легальные производители стали конкурентны. У них все равно, скажем так, то есть, если на конкретном примере, там, контрафактный производитель, он может быть, там, 100 рублей зарабатывать с бутылки водки, а легальный производитель может быть 5 рублей. Но, по крайней мере, он может для федеральных сетей, в первую очередь, сделать предложения конкурентные в рамках этой минимальной цены. Что касается, у нас есть еще буквально минута до перерыва, что касается пива, то и водки. Вот по водке действительно много лет шла такая борьба, и вскрывались подпольные цеха, и огромное количество там производителей в гаражах разливали там водку, и дублировались марки акцизные, то насколько это насущно действительно для пива, потому что мы видим интервью Рината Акчурина, который через пару минут будет на связи, он говорил, что в Татарстане расплодились подпольные пивоварни в гаражах. Насчет подпольных пивоварен в гаражах в Кировской области, как-то вот не слышно было. Это, наверное, не мне вопроса. Ну, то есть у нас такого ведь, наверное, по пиву именно в регионе не было. Ну, по крайней мере, в торгово-промышленной палате только исключительно добропорядочные, честные производители присутствуют, и среди членов нет такого. Но это мы понимаем. И информация у нас тоже не поступала. Прервемся сейчас на полминуты. За это время постараемся связаться с Ринатом Акчуриным, председателем пивоваренной ассоциации Татарстана. Через полминуты снова в студии. Продолжаем разговор. Это программа «Разворот на бизнес» в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. И наши гости Илья Курагин, председатель Совета директоров ООО «Вятич», Андрей Березин, президент Совета директоров Уржумского СВЗ, Юрий Исупов, старший вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Мы видим, что с нами уже на связи Ринат Акчурин, председатель пивоваренной ассоциации Татарстана. Ринат Касимович, алло, добрый день. Добрый день, алло. Да, добрый день. Мы уже обсудили с нашими гостями. Вы слышали, я представляла наших гостей, кто у нас в студии? Или еще раз представить? Алло. Я не слышал. Да, Ринат Касимович, у нас в студии Илья Курагин, председатель Совета директоров ООО «Вятич», Андрей Березин, президент Совета директоров Уржунского СВЗ, и Юрий Исупов, старший вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Вводную часть мы вот такую уже сделали. Мы видим, как пивоваренная ассоциация Татарстана сражается за то, что была введена минимальная розничная цена на пиво. Поясните, пожалуйста, причины, по которым этот вопрос вы активно продвигаете. Мы знаем, что уже документы на федеральном уровне рассматриваются по введению минимальной розничной цены. Да, действительно, знаете, на рынке пива сейчас, к сожалению, положилась ситуация вот такого массового деппинга. Она спровоцирована развитием сетей разливного пива, крупных сетей, алкомаркетов. Они привлекают потребителей, ну, в первую очередь, это дешевым пивом. Чтобы вот не потерять клиентов, традиционным магазинам и крупному риэлтору приходится, ритейлеру приходится, значит, обрушать цены на пиво, а потребитель уже привык к тому, что пиво – это супер такой дисконтный продукт. В итоге вот сложилась такая ситуация, в которой региональные пивоварные предприятия, уплачивающие налоги, акцизы, вкладывающие в качество сырья и модернизацию оборудования, значит, соответствующие свои финансы, они просто уже не востребованы. Цена – это все, что сейчас интересует потребителей. В итоге, значит, полки захватывают пиво от нескольких крупных таких компаний с международным капиталом, либо напитки сомнительного происхождения. Ну, не всегда все уплачен акцизм, в том числе и с соседних стран на сегодняшний день. И вот поэтому, значит, такая ситуация сложилась, она грозит разорению среднему и малым предприятиям пивоварной отрасли, потерям региональных бюджетов, федерального бюджета, ну и, естественно, дополнительным риском для потребителей, которые покупают дешевое и порой некачественное пиво. Вот у нас в Республике Татарстан в связи с этим и была основными участниками пивного рынка Республики, была создана наша ассоциация, пивная ассоциация Республики Татарстан, и основные игроки пивного рынка договорились о том, что необходимо ввести именно МРЦ, минимальную рочную цену на пиво. То есть пришли к этому, скажем так, даже не договорились, а пришли вот в наших разговорах, беседах, в наших, скажем, совещаниях, мы пришли к тому, что необходима действительно регулировка минимальной рочной цены, как это делается на крепкие алкоголи на сегодняшний день. Поэтому мы у нас в Республике на рекомендательных, скажем так, оснований, то есть мы рекомендуем всем предприятиям рочной торговли, малому бизнесу, среднему, крупному, то есть устанавливать минимальную рочную цену на пиво. Пока это все только на добровольных основах. Далее мы, значит, работаем, естественно, с законодательной стороной данного вопроса. Мы вышли со своими предложениями на Уфас, было направлено письмо на руководителя Уфас, было направлено письмо и руководству республики. Кстати, руководство республики тоже в этом вопросе нас поддержало. И на сегодняшний день Министерством финансов Российской Федерации подготовлен документ, его можно посмотреть, значит, на сайте, значит, о проект соответствующего постановления правительства, он на портале норматива правовых актов размещен, о, значит, введении минимальной рочной цены и на все алкогольные продукты, в том числе и пиво. На сегодняшний день данный проект обсуждается, он еще не подписан, конечно, но мы надеемся, что в ноябре месяце, как это планируется, он будет подписан и вступит в силу. На сегодняшний день ситуация вот так. Ренат Касимович, вы ожидаете, что от принятия этого закона, то есть, как от этого выиграют производители пивной продукции, качественной Татарстана и, может быть, других регионов? Ну, во-первых, установление минимальной рочной цены дает производителям, которые действительно, нашим местным производителям, которые действительно затрачивают деньги на качественное пиво, дает, скажем, такое, не то что преимущество, а именно конкурентоспособность. То есть, очень много магазинов, полок пивных было насыщенным продуктом, скажем так, бутылка за 20 рублей, за 21 рубль. Да, ну, это цены, которые, ну, уже наталкивают на ту мысль, что либо здесь продукт некачественный, либо здесь неуплощенные акцизы. На сегодняшний день вот именно увеличение минимальной рочной цены до 38 рублей за простую бутылку жигулевского пива 0,5, да, дает возможность, скажем, конкурентоспособность и нашим производителям, местным производителям. И, естественно, растут продажи наших местных производителей. У нас здесь три крупных производителя. Это булгар пиво «Эфет» и «Белый Кремль». Но, помимо этого, есть еще и мелкие пивоваренные заводы. Ну, и вы понимаете, это малый бизнес, который тоже нужно развивать. И мелкие производители, они, производящие качественное пиво, да, а не какой-то сурагат, они вкладывают даже больше своих денежных средств, чем крупные предприятия. И поэтому вот эта цена, она дает, скажем так, конкурентоспособность в первую очередь. Ренат Касимович, а есть ли сложности с попаданием местного продукта на полки федеральных магазинов и тех же алкомаркетов, о которых вы говорили? Есть ли у ассоциаций какие-то механизмы для увеличения доли местного товара? И, ну, легальные механизмы, я имею в виду. Нет, мы, наша ассоциация не продвигает какой-то отдельный бренд, то есть мы не, скажем так, не пропагандируем, то есть не рекламируем какое-то конкретное пиво. Наша задача, чтобы рынок был честным, чтобы все платили, значит, все налоги, акцизы, чтобы пиво производилось качественно, соответствующего ГОСТа. Поэтому мы, помимо законодательной такой работы, мы еще работаем в плане народного контроля, да? То есть у нас здесь есть такой интернет-ресурс, как народный контроль, и, значит, проводя проверки, ну, население, скажем так, люди, которые, значит, выявляют какие-то нарушения при продаже алкоголя, они могут написать на этот ресурс народный контроль, да? Оттуда все эти обращения, они идут, значит, соответствующим контролирующим органам, либо в Госалкогольную инспекцию Республики Татарстан, если там выявляются какие-то некачественные, да, моменты или отсутствие документов, сертификатов, например. Или же, например, и Роспотребнадзор, если там есть какие-то антисанитарные, да, нормы, да? Или же, например, в налоговую, если вот очень много было нарушений в плане того, что даже кассовые аппараты не используют, да, вот во многих районах, да, республики. И вот с этим мы тоже боремся. Да, а есть вопрос от старшего вице-президента Вятской торгово-промышленной палаты Юрия Исупова. Уважаемый Ренат Касимович, вы очень правильно отметили о том, что демпинговая цена – это результат либо неуплаты налогов и, в частности, акцизов, либо низкого качества продукции. Но мы с вами понимаем, что неуплата акцизов – это уголовное правонарушение, по сути дела ведет. Вот, выпуск некачественной продукции – это тоже нарушение административное, которое карается соответствующими контрольно-надзорным ведомствам. Вот из вашей практики, насколько сегодня правоохранительные органы Татарстана и контрольно-надзорные ведомства Татарстана проявляли интерес к вот такого рода фактам демпинга, за которыми скрывались указанные негативные явления? Находили ли вы понимание? Или вы считаете, что с помощью правоохранительных контрольно-надзорных ведомств невозможно решить проблему демпинга цены и нужно обязательно идти по формату определения минимальной цены? Спасибо. Ну, во-первых, вот мы как ассоциация, общественное объединение, естественно, мы не являемся контролирующим органом, и поэтому в нашей работе, конечно, при выявлении вот таких нарушений необходима помощь контролирующих органов. И мы честно взаимодействуем с МВД, управлением экономической безопасности. Мы честно взаимодействуем с госалкогольной инспекцией Республики Татарстан, с налоговой инспекцией, Роспотребнадзором. Вы понимаете, дело в том, что без административного ресурса исправить ситуацию очень трудно. Даже введение минимальной рочной цены, если это произойдет на, скажем так, законных основаниях, то есть будет подписано постановление правительства, ведется минимальная цена. Вот как мы предлагаем хотя бы в Татарстане, еще нескольких регионов, хотя бы как пилотный проект ввести вот эту рочную цену, и все сразу увидят, что и налоги поползут вверх, и качество будет лучше. Но без административного ресурса, без, естественно, наказания за данное нарушение результата не будет. Поэтому введение минимальной рочной цены необходимы также изменения и в административный кодекс, и в уголовный кодекс, и в налоговый кодекс. Без этого это, ну, скажем так, одно без другого просто не сможет существовать. Так как, ну, скажем, любое противозаконное деяние, оно должно привести к определенному виду наказания. Штраф это или же уголовная ответственность, это зависит от тяжести. Но в любом случае должны быть какие-то последствия. Да, Ренат Касимович, вы сказали, что в прошлом году вы в рекомендательном порядке советовали, да, точкам продаж установить вот эту минимальную цену. Какова была реакция? Какое количество магазинов, сетей откликнулись на вот эту рекомендацию? Вы знаете, что самое приятное, наверное, и удивительное, вот основные крупные сети у нас, да, они откликнулись на это, ну, не сразу, скажем так, не в первый день, ну, потому что мы понимаем, это рекомендательный характер. Во-вторых, это каждая сеть, она запланировала свои продажи, напечатала какие-то, не знаю, этикетки, акции, еще что-то, но потихоньку-потихоньку все к этому пришли. Основные крупные сети, магазины, они восприняли и, значит, данные, значит, нововведения, скажем так, с удовольствием. Когда вы говорите, конечно, не все в этом плане довольны, это как раз и те, кто занимается продажей вот этого нелегального безакцизного пива. Да, Ренат Катимович. В основном, конечно, это индивидуальные предприниматели, в основном это небольшие, маленькие компании, которые, скажем, покупают пиво из-за территории Республики Татарстан и по второму прайсу, так называемому, будем говорить открыто, у многих заводов Российской Федерации существует второй прайс, то есть цена ниже, как раз ниже вот на этот акцию, 21 рубль, который не уплачивается государству, цена, естественно, падает, и вот такие мелкие предприятия, индивидуальные предприниматели, им выгодно взять по низшей цене и продать по низшей цене. Да, но насколько мы понимаем, простите, пожалуйста. Есть, конечно, и недовольные. Ренат Катимович. Желаю бы в этом плане то, что мы навязываем, но хочу сказать то, что мы как раз-таки не навязываем, мы рекомендуем. Да, можно разрешите, я вас прерву. За этой цены, за этой нет никакого наказания, но мы работаем дальше. Мы предлагаем законодателю менять ситуацию в сторону, скажем так, алкоголя. Не разделять алкоголь крепкий, не крепкий. Если это алкогольная продукция, она должна регулироваться государством. Позвольте, я еще у нас просто встается минута буквально до перерыва, спрошу. Вот все-таки это очень важно, потому что в основном речь идет, когда спорные моменты возникают, как раз про большие сети, которые представляют собой алкомаркеты, но сейчас они там переинформатируются в магазины у дома. И как раз вот эти сети, мы все знаем, у вас в Торстане такие же. Я извиняюсь, я очень плохо вас слышу, не понимаю вопроса. Давайте тогда мы прервемся, но я попрошу сейчас нашего продюсера, чтобы вы остались на связи, и продолжим разговор через полторы минуты. Разворот на бизнес продолжает свою работу. Защищая местное, нужно ли для продвижения продуктов местных производителей региональное лобби Олег Прохоренко и Светлана Занько, и надеемся, что с нами все еще на связи Ринат Акчурин. Алло. Ринат Касимович, я себя слышу. Все очень хорошо. Алло, да-да. Да, Ринат Аксимович, выключите, пожалуйста, радио, иначе у нас дублируется эфир. Нет, извиняюсь, я сейчас выключу. Да, спасибо. Да-да-да. У нас дублируется эфир. Нет, извиняюсь, я сейчас выключу. Да. Радио все еще звучит. Радио нужно выключить. Ага, все, хорошо. Ринат Акчурин, председатель пивоваренной ассоциации Татарстана. У нас есть вопрос. Я прошу извинения, просто я плохо слышал последний вопрос. Мы повторим его сейчас, переначим его. Вопрос от Ильи Курагина. Ринат Акчурин, добрый день. Большое спасибо, что участвуете в этой интересной дискуссии. Вопрос какого характера? То есть, вот скажем так, есть ли понимание у бизнеса, у производителей, у власти в Татарстане, что местные товары, местные товары, это есть благо для, собственно, ну, всех, собственно, участников. То есть, это в первую очередь для потребителей, во второй очередь это для экономики, для жизни республики. И если есть такое понимание, насколько, скажем так, удается договариваться, в том числе и с федеральными сетями, о том, чтобы местная продукция, в частности пивная, присутствовала на полках. То есть, как вот этот диалог происходит? Ну, конечно, понимание есть. И у местных производителей, естественно, которые заинтересованы развиваться. И, естественно, у правительства республики Татарстан, которые заинтересованы, чтобы, скажем, налоги шли именно в казну республики Татарстан. И, естественно, мы стараемся все вместе, и правительства республики, и местные производители, да, в том числе и пиво, да и не только пиво, и вообще продукции, которые производятся у нас в республике Татарстан, договариваться со всеми крупными розничными сетями для того, чтобы на полках был представлен товар республики Татарстан, скажем так, в полном объеме. У нас даже есть такой логик, покупай татарстанское. И что самое интересное, люди ведь действительно хотят покупать нашу продукцию, качественный продукт, который произведен здесь, в республике. Потому что местный производитель перед своими жителями он отвечает за качество. И всегда можно сказать, если ты отравился продуктом местного производителя, всегда можно не искать где-то там за, скажем так, за границей или где-то там в другом регионе виноватого. Он здесь, он рядом, то есть он ответит по всей строге и товар не надлежащего качества. Поэтому как правительство, так и производители, так и население заинтересовано, чтобы товар производился здесь, чтобы он был качественный и чтобы он был представлен во всех крупных сетях. Да, понятно, но у нас есть продолжение вопроса. Ренат Касимович, и вот еще вторая часть этого вопроса. А как сами сети и федеральные вот эти компании реагируют на такого рода вообще диалог? Как удается с ними договориться? Это очень важный момент. Ну, вы понимаете, договариваются с ними не мы, договариваются с ними не государственные органы, договариваются с ними именно производители. И в первую очередь договариваются благодаря качеству продукции, благодаря каким-то, ну скажем так, скидкам или, ну я не знаю, это коммерческие вопросы. Но в любом случае каждый крупный сетевик, он должен понимать, приходя в соответствующую республику, а в частности вот к нам в республике Татарстан, он, да не то что обязан, но вот морально хотя бы должен быть готов к тому, что он должен поддержать местного производителя. Я прошу прощения, Ренат Касимович, вопрос идет вот о чем. Мы сейчас тут все участвуем в дискуссии, и я прошу спикеров, которые находятся в студии, тоже поучаствовать. Вопрос заключается вот в чем. Любая сеть и любой магазин – это бизнес. Вопрос о том, приходя там в регион, ты должен брать на себя некую моральную ответственность и продавать на своих полках товар местного производителя, он такой очень спорный. Потому что ведь мы говорим о том, что рынок все регулирует. С какой-то стати должен бизнес, который открывает здесь свои магазины, нести какую-то моральную нагрузку. Пожалуйста, приходите, конкурируйте, представляйте цену и так далее. И я вот почему-то, мне кажется, что и крупные пивоваренные компании, вот эти монстры большие, которые представлены в Российской Федерации, международные в том числе, они думают точно так же. Они говорят, окей, ребята, вы, конечно, милые очень, вы тут местные, конечно, но мы все занимаемся бизнесом, так что давайте конкурировать в общем поле. Я очень хорошо понимаю, к чему вы клубите, но я вам хочу сказать, что мы не вмешиваемся в вопросы бизнеса. Мы не вмешиваемся в вопросы бизнеса, какой производитель представляет себя на той или иной полке того или иного супермаркета. Мы предлагаем, мы рекомендуем, как и, значит, скажем так, общество в целом, да, рекомендуем, что если вы уж работаете у нас на территории республики, то, наверное, все-таки должна быть представлена продукция. А где, как, в каких объемах, по каким ценам, это уже вопрос бизнеса. И последний вопрос, очень короткий вопрос и очень короткий ответ. Скажите, вот вы уже год этим занимаетесь, очень активно последние полгода, и вы говорите, что ваши рекомендации восприняли различные розничные сети. Увидели ли вы за это время какое-то изменение в количестве продаж местного продукта? Ну, в процентах, можно сказать, там выросло на 3, на 5, на 10 процентов. Да, естественно, увеличение продаж местного производителя увеличилось в пивной продукции, да. Ну, небольшой процент, но, естественно, на полках появилось новое пиво, белый кремль, и, вы знаете, бюджет начал, бюджет начали капать деньги, скажем так, от реализации данного пивного продукта, да. Поэтому, естественно, результат есть. В результате нашей работы, вот как вы сказали уже, да, около года мы работаем, неполный год, неполный год мы работаем, мы выявили уже несколько подпольных заводов у нас на территории Татарстана, которые, маленькие, небольшие заводы, которые производили пиво, которые, значит, мешали реальному бизнесу. Безакцизное пиво, вообще непонятное происхождение, значит, на сегодняшний день ряд предприятий там закрыт, ряд, значит, поставлен на учет. Мы, благодаря работе пивной ассоциации, контролирующими органами, вот только вот за вот эти два месяца, иварь-февраль, было выявлено, было изъято более двух с половиной тонны незаконной пивной продукции. Произведенный в республике Татарстан, да, спасибо, спасибо, время нас поджимает. Благодарим вас за комментарии. Ренат Акчурин, председатель пивоваренной ассоциации Татарстана, был с нами на связи. Сейчас обращаемся к экспертам, которые находятся в нашей студии. Ну, кстати, надо просто прямо сказать, что я сейчас на сайте «Вечерняя Казань» нахожусь, здесь большое такое интервью как раз с Ренатом Касимовичем, его журналист напрямую, я просто не стала задавать этот вопрос, потому что есть уже заданный вопрос и ответ по поводу как раз вот этого пива «Белый Кремль», который упомянул сейчас Ренат Касимович. Ну, и, честно говоря, в комментариях все тоже упоминают, когда обсуждают эту тему создания ассоциации, что есть вот определенное лобби именно этого пива. Конкретно, да, но он тут отвечает, что не только «Белый Кремль», но и производители «Эфессы», и «Булгар-пива» тоже входят в эту ассоциацию, и мы видим, что у этой ассоциации сразу несколько задач получается. Они, во-первых, продвигают вот эту историю с минимальной розничной ценой, во-вторых, они занимаются активным выявлением подпольных предприятий, помогают ОМВД в этом смысле, там, да, и, в-третьих, они занимаются пропагандой, занимаются продвижением истории «Покупай татарское», татарстанское, и мы тут сразу вспоминаем, что программа «Покупай вятское», она умерла. И все, она где-то там, я не знаю, похоронена, плиткой накрыта, и ничего больше не происходит. Время от времени все-таки возникает идеи эту программу либо возобновить, либо сменить, сменить механизм программы. Да, я предлагаю вопрос про вот эти программы «Покупай коми», «Покупай вятское» и так далее. Отложить на вторую часть. Отложить на второй час. У нас остается 4 минуты до завершения. И все-таки вот такая история про минимальную розничную цену. Документы лежат в федеральном ведомстве сейчас про минимальную розничную цену. Есть ли какие-то документы, которые оттуда пришли, например, в адрес бизнеса, торгово-промышленной палаты, с просьбой предоставить какую-то аналитическую записку, выразить мнение о поддержке или, наоборот, неподдержке вот такого предложения, да или нет? Торгово-промышленной палаты не поступало. Не поступало. В таком случае, каждому из вас сейчас вопрос. Если бы оно поступило, вы бы его поддержали? Ну, наверное, Илья Курагин улыбается. Конечно. Давайте развернем все-таки. У нас 3 минуты. Очень хорошо, значит, коротко. Развернем все-таки в русло того, что минимальная розничная цена для пива, о которой сейчас так активно говорят, ну, видимо, вопрос назрел, и необходимо ее сделать, да? То, что там идут рассуждения касательно, значит, это бизнес и все остальное. Окей, хорошо. Если мы говорим про бизнес, да, то задача бизнеса в первую очередь заниматься, значит, получением прибыли и вести бизнес прозрачно, да? Прозрачно, конкурентоспособно и все остальное, да? Когда мы говорим про территории, условно говоря, как Кировская область, да, и на территории Кировской области сейчас огромное количество там федеральных сетей и всего остального, да, и получается ситуация какая? Окей, есть большой крупный бизнес, да, и заведомо у него больше ресурсов, да? Если мы возьмем там крупные компании, которые производят пиво, они могут привлекать деньги с Запада, да, им может быть вообще неинтересно получение прибыли какой-то в России, да? Им важно удержать долю. Может быть, у них какой-то еще другой коварный план закрыть там производство в России, да? Еще что-то. закрыть бизнес в России, и мы говорим о том, что минимальная розничная цена сейчас, это как инструмент в первую очередь защиты наших потребителей, потому что давайте не будем забывать про то, что товар, произведенный здесь, это в первую очередь товар, который отличается качеством, всегда можно спросить, и самое главное, все налоги, которые уплачены с товара, произведенного здесь, остаются в местном бюджете. Почти миллиард рублей, я напомню. А потом, я продолжу все-таки реплику, продолжу реплику, да? А потом эти деньги возвращаются опять же таки этим потребителям в виде зарплат учителей, врачей, значит, построенных дорог, детских садов и всего остального. Это что касается алкоголя, да? Мы сейчас не говорим про товары первой необходимости, как молоко, хлеб там и все остальное. Мы говорим про алкоголь. И когда возникают вот такие мнения, да, мы все находимся в конкуренции, окей, если мы находимся в конкуренции, то давайте будем находиться в прозрачной конкуренции. То есть уберем заведомый демпинг, который просто настроен на то, чтобы закрыть производство, закрыть бизнес, в том числе и местные сети, местные предприятия. И уберем, скажем так, нелегальные вещи. Для этого, видимо, и вводится минимальная розничная цена, чтобы уравнять все эти правила. То есть вы, безусловно, за это. Андрей Березин. Ну, я очень коротко. Я за принятие минимальной розничной цены по пиву. Это дает дополнительные возможности этот рынок регулировать. Это дает возможность развиваться в честно всем легальным производителям. Однозначно за. Юрий Геннадьевич. Я за, но в связи с тем, что я дал вопрос, хотел бы сказать, что эта мера позволит действительно решить проблему демпинга, равноправного доступа, но в то же время не снимает вопросы к деятельности правоохранительных органов и контрольно-отзорных ведомств, которые должны системно отслеживать неуплату акцизов. Системы должны бороться с некачественной продукцией. Прервемся сейчас у нас новости, тематические программы и реклама. Вернемся в студии в том же составе в 12.06. Редактор субтитров А.Семкин